Тимур Павлов учится в четвертом классе в конкурсе «Безопасное колесо». Он участвовал и раньше. В этом году подготовился основательно, признается мальчик. На велосипеде он ездит с детства. Правила дорожного движения знает хорошо. Круг иногда не получается из-за того, что бывает тяжело. А так хорошо получается, если не спешить. Не выезжать на проезжую часть, слезать при переходе дорогу с велика. Ну и соблюдать правила дорожного движения. А вот у Данила не все прошло гладко. Но мальчик не расстраивается. Впереди еще несколько станций. Ну не расстроен. Ну не получилось. Круг. Там я сбил кегли. Участникам конкурса необходимо пройти три станции. Знатоки правил дорожного движения, фигурное вождение велосипеда и основы безопасности жизнедеятельности. Одной из самых сложных оказалась последняя, признаются школьники. Нужно не просто знать правила и знаки, но и ориентироваться на карте. Не ожидали, что пойдет все так. Ну просто не обратили на дорожные знаки. Ну ты там видишь, откуда другие люди ходят, где лучше пойти. В конкурсе «Безопасное колесо» участвуют школьники в возрасте 9-11 лет. Главная цель – закрепить у детей знания правил дорожного движения. Конкурс «Безопасное колесо» является первенством среди отрядов юных инспекторов движения. Традиционно во время весенних каникул в городе набережной Челны проходят районные этапы республиканского конкурса «Безопасное колесо», где принимает участие отряды юных инспекторов движения со всех школ города. Команды, занявшие с первое по третье место на районном этапе конкурса, проходят в городской этап. Елена Камалова, Айдар Мусин, Новости, Челны ТВ. Продолжение следует...